Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Вадим Пачема. Найти баланс в глобальной экономике. В Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. С места событий материалы нашей съемочной группы. Спели всей страной. В День славянской письменности сводные хоры в разных городах России одновременно исполнили известные песни. Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. В его работе активное участие принимает и делегация из Чувашии. Глава республики Михаил Игнатьев подписал ряд соглашений о сотрудничестве и принял участие в деловых переговорах. Подробности с места событий у Дмитрия Ковалева. Петербургский экономический форум проходит 21 раз. Сейчас это ведущая площадка для обсуждения актуальных проблем и деловых встреч на высшем уровне. В этом году в Конгрессно-выставочный центр Северной столицы съехалось немало гостей из-за рубежа. На повестке дня – вопросы экспорта. Развитие экспорта – тема одной из деловых площадок. Задачу наращивать продажи за рубеж в рамках своего указа поставил и президент России. Эксперты говорят, что сделать предстоит немало. Пока большая часть бизнесменов не воспринимает себя глобальными игроками. Предприниматели всегда чего-то опасаются. Мы проводили целый ряд стратегических сессий, смотрели, что мы имеем сегодня на рынке. Но прежде всего, хорошая новость заключается в том, что наш базовый уровень действительно еще очень низок. Я вот только что на сессии приводил эти данные. Мы по несырьевому экспорту на душу населения находимся на 73-м месте в мире, сразу после Гондураса и перед Доминиканской республикой. И если сравнивать, допустим, нас с белорусами, то если мы вырастем в два раза, как вот нам сейчас президент поставил задачу, но мы даже не догоним Беларусь. Ключевыми экспортерами могут стать представители малого и среднего бизнеса. Очевидно, что предпринимателям необходима поддержка, в том числе и финансовая. Министерства экономики страны это понимают и разрабатывают действенные меры. Они действительно очень абициозные, они предполагают движение по всем ключевым направлениям и по сельхозпродукции, и по промышленной продукции, и по сектору услуг, потому что только комбинация успехов в каждой из этих областях может позволить достигнуть общих целей. Что еще важно отметить, что все национальные проекты, программы, которые заявлены, они, конечно, переплетаются между собой. Нельзя говорить отдельно об экспорте, отдельно говорить о малом и среднем предпринимательстве. Один из инструментов развития экспорта – международные выставки. Но презентовать свою продукцию сейчас без проблем могут только крупные корпорации. Для малого бизнеса участие в форумах обходится дорого. Но если люди будут четко понимать, что эти деньги ему будут компенсированы, у него изменится уже вид на то, что он должен ездить. А мы без этого ничего не сделаем. Мы точно с 73-го места не сдвинемся, если мы не сдвинем малый и средний бизнес ездить по странам. Причем мы должны их даже больше сделать, чем немцы, поскольку у нас совершенно другая позиция по несырьевому экспорту. Эксперты говорят, что развивать экспорт невозможно, если в этом не заинтересованы губернаторы. Из Чувашии и за рубеж сейчас поставляют электротехнику, спортивные комплексы, керамику и не только. Количество экспортеров продолжает расти. Мы должны создать высокотехнологичное производство с высокой производительностью труда. Без реализации новых производств, без привлечения предпринимательского сообщества, одни органы власти не могут делать. Поэтому сегодня мы пообщались с Виктором Виксельбергом, который реализует свои мощные инвестиционные проекты. Мы пообщались с общественными организациями, это деловая Россия, ТПП, соответственно, опора России. И с этой точки зрения они подсказывают нам, дают дополнительные импульсы. И тем самым мы минимизируем ошибки и выверяем, сверяем часы для того, чтобы еще лучшие условия создать для привлечения инвесторов на территорию нашей любимой республики. Открывая экономический форум, первый заместитель председателя правительства отметил, что сейчас для России открываются новые возможности. Санкции и стимул развивать внутренние рынки. Необходимо двигаться вперед и упрочить позиции на мировой арене. Здесь и, безусловно, собственные силы. Здесь и, безусловно, политика правительства Российской Федерации, которые минимизируют, за последние годы минимизируют риски от влияния внешних факторов, будь то цены на энергоресурсы, будь то различные ограничения с точки зрения движения капитала, финансов в нашу страну. Мы приводим в такое эффективное состояние наш бюджет. Программа форума очень насыщенная. Здесь презентуют инновационные разработки и проекты развития. Экономическую повестку обсуждают на панельных сессиях и круглых столах. У чувашской делегации рабочая программа расписана буквально по минутам. Глава республики провел десятки переговоров и ответил на вопросы журналистов, информационных агентств. Завтра на полях форума подведут итоги рейтинга и инвестиционной привлекательности регионов. Все внимание будет приковано и к пленарной части. Ожидается, что в экспоцентр приедет и президент России Владимир Путин. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Санкт-Петербурга. В преддверии Дня предпринимателя открылся республиканский форум «Женщины бизнеса», где наградили активных бизнес-вумен Чувашии. С четырех утра Алина Зайцева собирала букеты для выпускников комсомольского района, а в середине дня цветочную композицию вручили ей, вместе с благодарностью за активную правозащитную деятельность в сфере предпринимательства. Вот эти прекрасные хризантемы из Соледага в очень современной упаковке в крафте. У нас и поддерживают предприниматели в нашем районе хорошо, и наш сельский совет, и наша администрация комсомольского района, они всегда идут на встречу предпринимателям. Вручение наград активным бизнес-вумен Чувашии – самая торжественная часть форума. Далее предприниматели заговорили о деле, например, о новых образовательных проектах для женщин. Форум в таком масштабе провели впервые, и организаторы надеются, что он станет традиционным наряду с другими мероприятиями, приуроченными ко Дню Российского предпринимательства. У нас в преддверии этого праздника различные консультативные семинары, круглые столы обсуждения проблем. Это традиции уже теперь. Дальше мы по графику посещаем школы. Надо же с молодежью встречаться, делиться неким опытом, размышлять о предпринимательстве. Даже успешные предприниматели действительно ищут возможность для того, чтобы либо расширить свой бизнес, либо открыть какое-то новое направление. И действительно такие встречи помогают нам и сблизиться, и что-нибудь для себя почерпнуть новое. А мастер-классы для участниц форума провели успешные женщины республики. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Сегодня из жизни ушел народный артист Чувашской республики Иван Иванович Христофоров. Он был первым исполнителем многих песен композиторов Чувашии. Работал артистом в Чувашском государственном академическом ансамбле песни и танца, фольклорном ансамбле «Щавал», Чувашской государственной филармонии, Чувашской государственной академической симфонической капелле. Более 200 вокальных произведений в его исполнении записаны в фонд Чувашского и российского радио. Прощание с Иваном Ивановичем состоится завтра в ДК «Тракторостроителей» в 10 утра. Им больше не придется делать уроки, дежурить по классу и чертить поля в тетрадях. И все-таки они будут скучать. В эти дни для старшеклассников звенят последние звонки. Как прощались со школой выпускники Чебоксарской школы номер 6, расскажет Ольга Пырочкина. Наверное, я расплачусь, потому что мы вчера пересматривали фотографии, как мы ходили с первой класса. Осталось 11 лет, пролетели так быстро, так и незаметно. И вот опять мы делаем эти белые банты, наряжаемся. Сегодня Вика прощается со своей родной школой, в которой последний звонок когда-то звенел для ее мамы и бабушки. На семейном совете решили единогласно – нужно шить форму. Очень нравится. Я всегда мечтала ее надеть. Наконец-то это свершилось. Я безумно рада. В отличие от многих своих ровесников, девушка точно определилась с будущей карьерой. Она мастер спорта по пауэрлифтингу и будет получать спортивное образование. В остальном Вика – обычная выпускница, которой пока не до трогательных воспоминаний. Ну, я бы не сказала, что я буду скучать по школе, конечно. Но, скорее всего, по своим друзьям. Я очень рада, что у меня появились в жизни такие люди. Вот эти самые люди. Единственный, 11-й класс Чебоксарской школы номер 6. За кадром заводила класса. Дмитрий признается, что ему будет не хватать пирожков из школьной столовой. А случай, по которому его запомнят в этих стенах, тоже связан с едой. Дверь ломали. Как это произошло, расскажите. Это было случайно. Мы хотели покушать. У девчонок был урок технологии. Они готовили кушать. И так пробивались к ним. Да, они держали дверь. Так, что вам за это было? Что за это было вам? Мы купили новую дверь. Его одноклассник Даниил говорит, что девочек за косички не дергал, но зато писал им записки. Что ты писал? Ну, типа там, давай встретимся после третьего урока в столовой, покушаем. Там, ну, погуляем по коридорам. Теперь по школьным коридорам будет гулять девочка, которую сейчас несут на плече с колокольчиком. А для выпускников сегодня чуть ближе. Стало прекрасное далеко. Ольга Бурычкина, Игорь Зверев, Республика. Сегодня Россия отмечает День славянской письменности и культуры, а Православная Церковь вспоминает святых Кирилла и Мефодия. В честь праздника ровно в полдень сводные хоры по всей стране исполнили самые известные и всеми любимые песни. Многотысячный хор объединил десятки городов. В Чебоксарах большой сводный хор выступил на Красной площади. Более шестисот детей из Чебоксары, Новочебоксарской и Чебоксарского района под открытым небом исполнили гимн России и Чувашии. Популярные песни о родине, известные детские композиции. Выступление сводного детского хора проходило под музыку в исполнении Чувашской академической симфонической капеллы под руководством главного дирижера, народного артиста России, Марисы Еклашкина. В этом году впервые вместе с детьми выступили хоры ветеранов, а также участники и лауреаты местных вокальных конкурсов. Для меня этот праздник действительно является одним из священных, потому что он вдохотворяет себя просветительское начало в людях. И для меня, как для гражданина Российской Федерации и Чувашской Республики, очень значимый праздник. Мне понравилась песня «Тари», что в переводе с «Жаворонок». Я очень горжусь, что я пою в детском сводном хоре. На главной сцене республики появились и былинные герои. Именно они и рассказали о появлении письменности на Руси, поведали легенды и о зарождении языка в Чувашии. Свои стихи на праздники прочитал и российский актер театра и кино Сергей Друзьяк. Хочется пожелать, чтобы язык передавался в первую очередь в стихах. Просто я и сам обожаю стихи. И, конечно, призываю ребят. И вообще мне хочется, чтобы чаще проходили эстафеты, олимпиады поэтические какие-то соревнования. Мне, чтобы у ребенка, у подростка был какой-то стимул учить стихи наизусть. Потому что я частенько встречаюсь с ребятами и когда говорю, расскажи свое любимое стихотворение. И, конечно, очень грустно, когда ребята теряются. Хотелось бы, чтобы они не терялись, чтобы у них были любимые Гумилев, Кирсанов. Галина Титарчук, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. А теперь к новостям кинофестиваля. Чебоксарский кинофестиваль – это не только показ конкурсных фильмов и просто интересных лент, но и отличная возможность познакомиться с создателями и участниками картин. Накануне состоялась творческая встреча с советским и российским актером, сценаристом, театральным педагогом Александром Кузнецовым. Отправилась знакомиться и Юлия Важенина. В его фильмографии более ста картин, а известен он как в России, так и в Америке. Еще он впервые приехал на наш кинофестиваль. Речь об Александре Кузнецове. Проучившись пять лет на факультете радиоэлектроники, Александр понял, что его тянет к искусству. И забрав документы, тогда еще технарь отправляется покорять театральные вузы. Настоящим дебютом в кино для него стал фильм «Небывальщина». Это один из тех самых фильмов, который наполнил меня, дал мне невероятное понимание, ощущение красоты русской культуры, русской песни, фольклора и так далее. Самое смешное, что Госкино с СССР, это был 83-й год, когда они посмотрели этот фильм, они признали фильм «Небывальщина» самым антисоветским фильмом всех времен и народов и был приказ уничтожить, смыть негатив. В итоге пленку спасли, а все благодаря усилиям известного режиссера Глеба Панфилова. С этого момента Кузнецов начинает активно сниматься в кино, и настоящая слава не заставляет себя долго ждать. Грандиозного успеха добивается картина «Джек Восьмеркин. Американец», где молодой актер исполнил главную роль. Эта лента стала во многом судьбоносной для Александра, ведь через несколько лет он и сам оказался в Америке. Джек Восьмеркин вернулся из Америки в Россию. В какой-то степени я повторил его судьбу, если вы знаете. В 91-м году я с двумя картинами, которые снимались в России и в Европе, оказался в Лос-Анджелесе и прожил 18 лет. Представляете, 18 лет в Лос-Анджелесе, работал в Голливуде, и вот в 2009 году я вернулся из Америки в Россию. Потянуло на родину. Песни, как и кино, всю жизнь сопровождают актера. Он поет везде, дома, на публике, на сцене. И, конечно, творческая встреча была насыщена музыкальными композициями. Чему слова не нужно слов, мы весь в них друг друга внимаем. Идет нас в дорогу любовь, и мы покорно ей судьбу вверяем. Сейчас Александр Кузнецов востребованный актер, преподаватель и основатель собственной актерской школы. Занимается он и масштабными проектами. Например, сейчас идет фестиваль мобильного кино. Кузнецов хочет пригласить лучших его участников и начинающих актеров в Голливуд. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Сразу после информационной программы «Республика» смотрите интервью по существу. Моя коллега Галина Титарчук беседует с известным российским актером театра и кино, членом гильдии актеров кино США, педагогом и продюсером Александром Кузнецовым. От Ямала до Москвы. Чебоксары стали участником всероссийской акции, посвященной 100-летнему юбилею пограничных войск России и СССР. Флаг зеленых беретов уже проехал более 2000 километров. Салихарт, Сургут, Магнитогорск, Тольятти, Ульяновск. Изначально в маршрут включили 24 города, но по факту их оказалось больше. В своеобразной эстафете принимают участие действующие офицеры погранслужбы, солдаты и ветераны. Отец Сергий служил пограничником в Туркменском Сирахсе. Пограничные войска всегда были основой государства российского, потому что охраняя границы, рубежи государства, первый удар пограничные войска всегда принимали на себя. И задерживали неприятеля до подхода основных сил. И порой пограничники ценой своей жизни защищали свою родину. Участники акции возложили цветы к месту будущего памятника пограничникам. Среди них были и кадеты 53-й Чебоксарской школы. Когда я вырос, я хочу стать военным, пограничником. Я с детства мечтала стать. Я хочу служить на границе. Я буду охранять родину. Из Чувашии знамя погранслужбы отправится в Нижний Новгород. 28 мая, в День пограничников, флаг прибудет в Москву и примет участие в праздничном параде. Татьяна Леонтьева, Олеся Русакова, Валерий Резюков, Республика. Далее вас ждет полезная информация. А я с вами прощаюсь. До завтра. Минтруд России намерен упростить работу с трудовыми книжками. Теперь трудовые книжки будут вестись и храниться по новым упрощенным правилам. В частности, работнику не придется знакомиться с каждой записью, вносимой в трудовую, подтверждая ознакомление росписью в личной карточке. Новый порядок не предусматривает необходимости дублирования в личной карточке работника, вносимых в трудовую книжку записи о выполняемой работе, переводе на другую, постоянную работу и увольнение. Записи, внесенные в трудовую книжку, при увольнении можно будет заверять не только печатью работодателя, но и печатью кадровой службы. В будущем Минтруд планирует более радикальный шаг – переход от бумажных трудовых книжек к электронным. Электронная трудовая книжка будет содержать данные о трудовой деятельности гражданина. Новая система предположительно начнет действовать в 2020 году. А уже в этом году планируется увеличить размер государственной пошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения. Соответствующий законопроект одобрило правительство России. Госпошлину за получение биометрического загранпаспорта с электронным носителем информации предлагается повысить с 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей, а для детей до 14 лет – с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч. За выдачу национального водительского удостоверения, изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, предлагается взимать госпошлину в размере 3 тысячи рублей. С 1 мая в России стартовал эксперимент с курортным сбором. На этом этапе в нем приняли участие только два из четырех заявленных регионов – Ставропольский и Алтайский края. Крым и Краснодарский край перенесли срок введения налога на отдых. Разъяснено, что плательщиками курортного сбора являются физлица, достигшие совершеннолетия и проживающие в объектах размещения – гостиницах, отелях, кемпингах – более 24 часов. От уплаты освобождены местные жители регионов, несовершеннолетние дети, владельцы жилья, пенсионеры, герои России и СССР, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, а также студенты и другие категории граждан. Средства, полученные от курортного сбора, планируется направить на развитие и благоустройство курортных городов.